Мы сейчас находимся в малой комнате у Клецкой, квартира моей младшей дочери. Соответственно, они уже здесь были, все сами распределили. Евгений Семенов в дольщиках успел побывать всего лишь год. Его жилищная история завершилась удачно. Дом сдан и ключи на руках. Купил недвижимость в жилом комплексе «Три богатыря». Полтора года назад объект был в списке проблемных. Важно было, естественно, чтобы дом был сдан. Потому что ситуация с обманутыми дольщиками, конечно, настораживала. А таких только показаний. Около 4 тысяч дольщиков на контроле 16 домов. Это объекты фирмы «Свей» и группы компаний «Фон». Для завершения строительства идет поиск инвесторов по аналогии с комплексом «Три богатыря». Мы решили все-таки посмотреть, насколько эта проблема связана не только с, допустим, не качественными застройщиками или недобросовестными, но и те объективные проблемы, которые существуют в этом бизнесе. На заседании правительства по региональному развитию Виталий Мутко предложил возложить на регионы нагрузку по решению проблем дольщиков. Окончательно закрыть вопрос планируют до конца 2023 года. У нас есть же механизм, когда застройщик, который достраивает проблемный объект, он получает, например, земельные участки. И у нас есть застройщики, которые по этой схеме работают. Но об этом же знает местная администрация, местный исполком. Где у него есть земельные участки, какие земельные участки интересны, какие проблемы у застройщика и нужно ли подключать к нему и применять какие-то меры. Наверное, это обосновано, да. Сейчас для работы с проблемными объектами создан компенсационный фонд. Но с июля 2019 года долевое строительство поменяет свою форму. Застройщик обязан будет строить только на свои средства. Сдал дом, получил деньги от покупателей. Денежные средства граждан будут находиться на блокированном счете в банке. И они будут гарантированы, что эти денежные средства застройщики получат после ввода объекта в эксплуатацию. Тем самым гарантирую, что их денежные средства не зависнут. Но при этом повысится цена для дольщиков, так сказать. Для покупателей уже. Они уже не дольщики будут, они уже будут покупатели готового жилья. Я просто уверен, что... Не могу сказать, на сколько процентов. Но по моим внутренним ощущениям, что это будет процентов 15-20. По прогнозам экспертов, новая форма долевого строительства заработает лишь в 2020-х годах. У застройщиков есть целый год, чтобы получить разрешение на строительство по известным правилам. На время возведения дома смогут продавать квартиры и получать деньги напрямую от покупателей. А в 2021 году в Казани планируют сдать известные долевые объекты. Альбина Минибаева, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова